Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Никаких раз-два. Руку поднял, только отпустил, мы начинаем говорить. Никаких новинок, прошу. Дух изобретательства везде. 486 номер. События дня. Иаков 5.9. Не седуйте, братья, друг на друга, чтобы не быть осужденными. Вот судья стоит у дверей. Вдумайтесь в эту фразу. Я когда-то говорил проповедь, кажется, даже написал большую статью на это. Судья стоит у дверей. У дверей. И он все слышит. И вдруг входит, а я говорил как раз то, что не положено. За 11-е, 4-е, 17-е. А сегодня какое? 13-е? Да. Тогда выходит, здесь надо семерку поставить. Как так получается? То ли техника перекидывает, то ли я что-то не досматриваю. 12-е. Это за 12-е у нас. Ну, это мы ограничим дальше. Владимир Харин. Ясность полная. Удобнее на карту деньги отправить. Ну, то есть книги просит, я ему ответил. Фото с ним вышли обязательно с книгами. Мир вам. Пречувствие было, что знакомый подведет. Так и вышло. Приехал к нему в офис, он бизнесмен. А он мне денег нет. Ну и ладно, Бог мне помог заработать. Отправлю вам деньги за книги и адрес. Уже лет 5 прошу этих МП бизнесменов помочь вашей книге купить. И как в стену. Храмы они строят, свечи по тысяче покупают, а книги не хотят. А, точно. Вы скажете, когда по скайпу можно поздороваться с вами? Вы скажете, а может быть скажите? Вы скажете, когда по скайпу можно поздороваться с вами. А если скажете, тут буква Е стояла бы, невежда. У меня телефон. Если, конечно, у вас есть время. Очень вы правильно за езд руговорили. Помоги вам Христос. С уважением к вам, Владимир Харин. Карелия, село Деревянное. Вот еще и деревянное бывает. Это мы переписываемся с Сергеем. Ну переписка наша. Просто так понаблюдайте, кому надо. Вот видите, какая интересная переписка. Ну можно прочитать. Считай. Геннадий Лапкин. Я вам весьма благодарен за все. Был бы ближе, мог бы и у нас побыть. Это я ему говорю. Сергей Парализованный. Город Воронеж. Уж очень хотелось бы. Хотел кое-что попросить. Ну да, в следующий раз. Геннадий Лапкин. Нет уж сразу. А то помру должником. Прости до половины царства. В кавычках. Так сказать не могу, но поделюсь, чем могу. Книги нужны? Сергей Парализованный. Нет. Чтоб в общину зачислили. Официально. Ничего себе. Геннадий Лапкин. Хорошо. Неофициально мы давно вас приняли. Но нужно заявление. Напишите в Крестовозвиженскую или Свято-Анфимовскую в Потеряевке. Такие просьбы у нас с разных сторон. Ничего тут противозаконного нет. Но защищенность и по-земному увеличивается многократно. Одна семья любящих Иисуса Христа. Записываем в поминальники. В Потеряевке что хорошо. Дешевые похороны. Батюшка панихиду совершает на кладбище. А тут ты не найдешь никого. Дальше. Доброе. Мы хотим Свято-Анфимовскую в Потеряевке. На днях напишем. Геннадий Лапкин. Как раз на Пасху Христову и примут вас. Если мне пришлете заявление, которое я смогу на принтере снять. А если нужно в цвете, то и скандинер есть. Я дам батюшке отцу и Акиму. И он уже на Светлой Седмице это сделает и запишет все. Вот это будет печаль. Ворогом истина. Все, ворогом уже не знаешь. Это врагам. Сталанское слово. Ворог. Запомни это. Оригинально и талантливо по вере православной. Точка. Брат наш Иоаким будет здесь в понедельник утром. Медлить с этим дело не нужно. Что пока мы в здравом уме и в трезвой памяти. Сергей Парализованный. Непременно вечером напишу. Инатий Лапкин. Целую твои рученьки. Сергей Парализованный. Аллилуйя. Теперь Надежда Лапкина пишет. Надежда Лапкина. Вечером. Ну вот я и дома. Занятия прошли хорошо. Хочет, ходит где-то в центр творчества, преподает. Бабка под 80 лет. Слава Богу за все. Но больше занятий не будет. Да. Так как сами учителя проводят по спецучебникам культура православия. А потом я была в церкви. Как же мне нравится постово пение, как Иуда злочистивый предал Христа. Завтра с утра я иду в храм. И вечером. И мне нравится, что Иуда. И об Иуде так поют песнопение. Мне нравится. Какое тут песнопение может? Тут с лизами может говорить, швыркая носом. Иуда злочистивый. Дальше. Ну свидетельство какое было тут. Вот фильм такой есть. Свидетельство на весь мир. Вот оно как выглядит. Свидетельство. Я вчера говорил об этом, как выступает один человек. Но я могу даже маленько это контр нажать и сюда нажать, чтобы выйти на вот посмотреть. Посмотри. Вот он как. Евангелиста или 100... Ну какой Евангелист? Евангелистов только 4. Это явно, что протестанты, сектанты говорят. Нью-Йорк, 2015 год. И вот можно увидеть. Выско там. Вот смотрите. Ваше превосходительство, мистер Сэм Кутеса, председатель Генеральной Ассамблеи. Ваше превосходительство, мистер Бан Кимун, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Ваше превосходительство, Насир Абд Аль-Азиз Ан-Насер, высокий представитель по Альянсу Цивилизаций. Превосходительство, дамы и господа. Я хочу выразить благодарность председателю этой Генеральной Ассамблеи, генеральному секретарю Организации Объединенных Наций и высокому представителю по Альянсу Цивилизации, за ваше руководство в проведении этой тематической дискуссии на высоком уровне по очень важному вопросу повестки дня. Спасибо. Вы смотрите на чудо. В соответствии со всеми медицинскими заключениями, я должен быть мертв. 12 ноября 2003 года я упал замертво от обширного инфаркта в аэропорту Синне, в Австралии. Я был в состоянии клинической смерти в течение 45 минут. Они проводили сердечно-легочные реанимационные мероприятия и 10 раз наносили электрические разряды в область моего сердца. В Соединенных Штатах медики наносят 3 разряда и прекращают. В Австралии медики дают 4 разряда и прекращают. Они нанесли мне 10 электрических разрядов в область моего сердца. Кровь уже загустела в кистях моих рук, в моих руках, в моих ступнях, в моих ногах. Для меня уже не было никакой надежды. Я был просто мертвым телом. Они взяли мое тело, положили на носилки и перенесли в машину скорой помощи. Уже закончили оформлять бумаги. Было написано «МПП» — «Мертв по прибытию в больницу». Но в машине скорой помощи, по дороге в больницу, когда все, что медицинская наука знала, что нужно предпринять, используя все доступные средства, ничего не сработало. Но в машину скорой помощи, где на носилках лежало просто мертвое тело, Иисус вошел в эту машину скорой помощи, и мое сердце начало биться, и вернулось дыхание. Водитель был ошарашен. Парамедик был ошарашен. Он сказал мне позже следующее. Он сказал, «Я никогда не видел, чтобы кто-то восстановился после того, что произошло с вами». Это было 12 ноября 2003 года. После нескольких недель пребывания в Австралии я самостоятельно вернулся домой в Соединенные Штаты, потому что я был полностью исцелен. В 2004 году я поехал в больницу в городе Джексон, штат Теннесси, для большого обследования. И они сделали мне полный липидный профиль крови. Три глицериды, ЛПНП, ЛПВП, холестерин и так далее. Через несколько недель я поехал туда снова за результатами. Когда я вошел, врач посмотрел на меня, и он сказал, «Результаты ваших анализов просто прекрасны». Он сказал, «Но, пастырь, мы сейчас можем проверять ДНК в человеческом теле. Мы решили проверить вашу ДНК». Он сказал, «Когда мы проверили вашу ДНК, он сказал, «Когда Бог чудом воскресил вас из мертвых, Он удалил гены Аполипопротеина Е, генного маркера сердечных заболеваний, из каждой клетки вашего тела». Он сказал, «Такое невозможно! Такое невозможно!» Он сказал, «Только Бог мог сделать такое». Он сказал, «Когда Бог исцелил вас и воскресил, Он чудом полностью исцелил вас». Поэтому я рад сегодня, что я жив, потому что мы знаем, что значит находиться в состоянии клинической смерти в течение 45 минут, без дыхания и без сердцебиения. Я спросил парамедика позже, я сказал, «Найджел, что происходило, когда вы наносили разряды в область моего сердца?» Он сказал, «Оно билось три или четыре раза, и оно останавливалось». Мы знаем, что через шесть минут и менее, без поступления кислорода к мозгу, происходит необратимое повреждение мозга. Но Бог полностью воскресил меня из мертвых. Наконец, врач посмотрел на меня и сказал, «Вы нарушили все законы медицинской науки». Я посмотрел на него, и я сказал, «Не я нарушил, но я знаю того, кто это сделал». Его имя – Иисус. Я христианин по учению апостолов. И вот мое послание к вам здесь сегодня. В Новом Завете, в книге Теяний, во 2 главе и в 38 стихе говорится, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа». Ответом, ваше превосходительство на проблему насилия в наших дни и человеческих зверств в наши дни является Иисус. Он есть князь мира. Я даю вам Иисуса. Да благословит вас Бог. Спасибо. Ну, я думаю, у меня претензий не будет за то, что я такой ролик взял. Они хотят, чтобы во всем мире это открыто было. Ну, не ради денег, а потому что у нас будут смотреть люди в сельской местности, у которых выхода нету такого, чтобы найти где-то. Ну, и вот и все. И далее. Вот я-то как раз показал, что такое. И вот вчера мне Сергей говорит, тот человек, знакомый нам, один и тот же, он решил, чтобы люди понимали лучше. Он решил сокращать Библию, отдельно издать как Библию. И все это сокращал, убирал сам, решает своей головой где-то это, ну, это невиданное дело. Я тогда Сергею пишу вчера, толкование блаженного фапилакта, Галатам 1.7. Считай. Заметь, что сказано для тех, которые говорят, что это мелочь и не стоит внимания. Американиты, ухватившие за это изречение, говорят, что на этом основании должны принимать не четыре, а одно. А одно Евангелие. Дальше. Вот этот отрывок можете переслать кому-то, сокращающему Божие слова Иса. Я не хочу даже фамилии называть, чтобы не придрались. Дальше. Евангелие, которое они составили, Кавычки открыты всегда говори. Да, кавычки открыты. Евангелие, которое они составили, иное принимая, другое отбрасывая. Вот и Павел, говорят они, утверждает, что одно Евангелие. А что это значит? Как мы говорим, что четыре Евангелия составляют одно. Конечно, по их согласию. Так и Павел говорит, здесь не о числе, а о разногласии. Так как, говорит он, проповедь этих обольстителей не согласна, почему она не есть в Евангелии. Если же была согласна, то была бы Евангелем, то есть проповеди апостольской. Таким образом, мнение Маркиона пустая болтовня. Вот видите как. Кавычки закрыты. В кавычки закрыты. Это вчера как раз считали, и как раз вчера разговор был с Челогеем, и все это так вот получилось. Теперь я показываю свои ресурсы. Это даже не смотрел, что такое Владислав снова находит. Вот это как выглядит в шапке. Туда можно заходить. Вот наш. А письмо... Видно, нет? Да. Видно. Ну и тут можно нам иметь связь. Легко переписывается. Лучшая система. Показали как в контакте. Я замучился. Там назад не вернуть толком. Выключается. Даже близко. Даже я не знал, что контакт. В нем много людей. Его сравнивать с моим миром даже не приходится. Мой мир это совершеннейшая система. Ну и они урезали в тысячу раз. И все равно она еще дышит. Ну и второе. Это надо в первую очередь глянуть. Наш форум. Сколько вчера? 714 человек. То есть два раза стало больше посещать. И при том это стабильно держится несколько дней. 350 наша норма здесь. Вот так. Вот как православный форум. Как он выглядит. И когда зайдете, вот здесь новое сообщение. Нажмите на первую страницу. А в конце тут общий поиск. Его нажать только. И сразу рамка. Заряжай людовое слово. Видишь, что это настолько здорово составлены у нас форумы, сайт. Легко искать. Все на глазах. Ну то есть высокий профессионализм. Делали это у меня хорошие программисты. Вот. Ну и показать надо, что у нас есть форум. И не форум, а видеоканал. Православный видеоканал. Опять три человека зашло. Пока это не зашло, а комментарии дают. Что оно означает, эти комментарии? Бойзо даже открывает. Подряд. Матерками гонят и все. Ну и поэтому с ними отдельный разговор. Православный. И здесь у нас 6880 видеороликов. Наших видеороликов. Вот вчера только поставлено было сколько. Вот это все новые, которые замки. Это уже работает администрация. А мне только надо снимать. Замки я снимаю сам. Ну и большой ресурс во свете Библии православный библейский сайт. Вот нажать здесь православный форум сразу тебя перекинет. Вот справа нажать видеоканал, нажать здесь на видеоканале будешь. Главное, вот этот наш православный библейский сайт. И здесь 55 папок вопросы, которые я задаю. И поэтому мы будем отдельные ролики составлять из вопросов. А на события дня я просто добавляю некоторое священство. Вот оно где есть. Вопросы насчитывает Владимир Пащенко. А я тут даю ответы. Вопрос 3008 15 том открытым оком. Вами многие священники монахи пренебрегают. Может потому, что вы не священник? А будьте вы на их месте с положением при храме и паспе и возникнет вот так же какой-то неформал, то как бы вы поступили? У меня везде в зале неформал. То есть я никому не принадлежу ни к священникам, ни к епископам. Ответ. Священником я мог бы быть уже давным-давно и не раз. И даже более того, мог бы быть и епископом на полном серьезе. Но даже увидев себя во сне священником, я плакал безутешно. Поверьте, что это не мое. И потому меня могут воспринимать только как мирянина. Или отвергать тоже как мирянина простеца. Я об этом говорю не где-то. Сидим епископы за столом, митрополиты, я ему говорю это. Нет, вы должны поехать, когда поехал в Америку, тут приехал епископ и говорит, вы обязательно должны быть священником. Прямо за мной приехал, чтобы рукоположить меня. Я не согласился. Сидим за столом, он говорит, нет, вы должны быть священником. Но когда я все рассказал, он подумал, да, наверное, кое-где вам вход был бы закрыт. Вот и все. Это не мое. Я знаю таланты, которые мне Бог дал. Каждый раз спрашиваю Господи, чтобы развить их, укажи мои таланты. И неприязнь, и нелюбовь, клевета и поношение меня от священников не за то, что я мирянин, а только за то, что я высветил их несостоятельность и грубо невежество в священном писании, в канонах, в толковании Слова Божия. Они почти все невозрожденные, почти все мертвые. Понятно, это вообще... Они меня никогда этого не простят. Главные их характеристики трусость, корысть и бездарность, бесталантность. Они не знают Бога. Они не имели живой встречи с Богом и Еговой, с Сыном Его, Христом Иисусом. И не знают, что такое слышать голос Духа Святого и быть Вадимым Духом Божиим. И не ломать Божьего замысла о нас. Я никогда не опускаюсь до их падшего уровня. Они лгут, не боясь ни Бога, ни суда Божия. Вот только самый последний их наезд в кавычках на меня газета «Лампада» Свято-Григорьевской церкви. Город Новолтайска. Номер 2. 123. Февраль 2006 год. Страница 5. Кавычки открыты. Моя племянница очень верующая. Она состоит в религиозной организации «Лапкино». Пишет 70-летняя Ольга Подстрелова. Вот видишь как. Я это только улавлю и где. Что они делают? Это церковная газета. Ответ. Кавычки открыты. Относительно божественных людей надо быть осторожными, особенно с представителями сект. Вот вы послушали совет одной из них и получили травму. Оттого есть священник, как бы, или редактор говорит. Господь бы вас не осудил. Если он и осудит, то за выполнение советов человека, не знающего творения святых отцов. За советом нужно обращаться к православному священнику, читать святоотеческую литературу. Отвечает священник Вячеслав Данькин. Он меня видел, знает, все, и гонит уже как сектантом. Дальше. Я поясняю. Поясню, что батюшка знает меня, встречался со мной несколько раз, когда я приезжал к ним в храм во время бунта против законного епископа Антония Масеннича, когда они забракодировались, не спуская его к себе. Шла смертельная война за передел зон влияния, денежный купюр. Снимало телевидение, писали газеты, распространялись с их стороны листовки, дискредитирующие их правящего архиерея, умершего в возрасте 41 года, выротого из могилы и увезенного в виное место в инициативы уже нового епископа Максима Дмитриева, за что последний схлопотал от неслитейшего дроздового полицания с обязательной публикацией в их и перехранной мурзилке Алтайской миссии. Это кто такой дроздов-то? Это патриарх Алексей Второй, это его КГБ ская кличка Ридигер, не святейшего, а его за святейшую я назвал не святейшего. Старушка, ничего быть может, не знающая священного писания, если верить всему в этой лампаде, называет некую религиозную организацию Лапкина. Она этих слов-то не знает. С юридической стороны она права, общину так и называют в отделе институции. Но там нет такой организации, если речь идет о крестовозвиженской общине РПЦЗ, города Барнаула. Никогда и нигде не было такой организации Лапкина. Дальше организация Лапкина, он дальше отвечает газеты. Но бабушка могла так слышать и так выразиться. Но вот уже священник Вячеслав Данькин никак не мог не знать, что мы, а точнее я православный. Он беседовал со мной, имел наши материалы, спрашивал меня совета, как им разрешиться в такой непростой ситуации с еписком Антонием. И тут он круто свернул в сторону лжи, то есть дьявола, отца лжи, начав говорить о религиозной организации Лапкина, как о секте. Понятно, то есть они не могут выйти из этого, они приговоренные, почему? Серьянство, предательство, ложь. Может общине, или обо мне? Ничуть. Просто он поп и ему запрограммировано лгать. А правду им говорит противозаконно. Противопоказано. Показано, да. Как и работать на стройке. То есть они не пойдут работать на стройке. И это уже какая по счету публикация наезд на меня в их коптящей, несгораемой ложью лампаде. Лампада это название их газеты, я говорю коптящей и несгораемой ложью. Но ведь так хитро запутают любого, что голыми руками их не возьмешь ныне. Это уже уроки Дворкина. Судов боятся, а лгать не боятся. Так по каким же признакам предел гражданин Дянькин, что племянница подстрелова сектанка? Что за сведения он добыл, чтобы так безошибочно закрямить эту юридичку из секты Лапкина? Конечно ничего кроме того, что сказал Ольга участница ВОВ. ВОВ. Что такое ВОВ? Великая отечная война. Она же поведала, как увидела в Покровском соборе стоящий на коленях полслужбы женщин напротив лотаря и помолилась за нее. Господи, какой же грех у этой женщины? Помилуй ее, Господи. Это она сама говорит. И тут старушке стало плохо, ее словно сдавило. Племянница подхватила его, садила на стул у входа, сбрызнула водичкой, дала попить, а потом вывела на улицу. И когда она рассказала племяннице о своих размышлениях, племянница рассердилась. Ты с ума сошла? Может, у нее непрощенный грех, а ты просишь о помиловании? Больше нет. Больше нет ни слова обвинения этой злой племяннице сектанки. Если эта племянница знакома с нашей общиной, ходит на наши занятия, то она знает побольше этой бабушки Вольги, побольше троих Данькиных с погиблыми настоятелями и всего данного колена. Да, Данькина, а я показываю Данькину колено представляю. И погибла фамилия отца Михаила Благочинного Погиблова. Какая говорящая фамилия? Погибла. Уехал. Одно то, что тут уже следом за такой молитвой была сдавлена и начала размышлять о своей ненужной молитве, разве это гражданин Данькину ничего не говорит, что племянница прозрительно увидела причину, доведшая их прихожанку до сдавления. Откуда же поп взял, что он прав в данном случае? У него может есть на то свидетельство Духа Божия? Ничуть. Он же оракул и как шаман с бумом бьет свой авторитет. За советом нужно обращаться к православному священнику, то есть и к нему же, конечно. Он не отсылает к Библии. Библия их самый наизлейший враг, ибо ничто так не обнаруживает подлость священника как Библия. Если бы товарищ Данькин любил Библию, то он бы сказать должен так, как я сказал бы, на его месте будучи. Не за каждого человека можно молиться, так учит нас святейшая вера Святое Слово Божие. Иеремия 7,16 Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, и не ходатайство передо мной, ибо я не услышу Я доказываю, что не за каждого молитвы, а он еще докажет. Я говорю, Бог это говорит. Иеремия 11,14 Ты же не проси за этот народ, и не возноси за них молитвы и прошения, ибо я не услышу, когда они будут взывать ко мне в бедствии своем. 1 Иоанна 5,16 Если кто видит брата своего согрешающего греховник смерти, есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. То есть не о том даже молиться, есть грех, о котором молиться нельзя. Племянница была права на 100%. Поп же ее осудил и тут же вышел нам вон и стал убеждать прихожан не судить никого, то есть его, а сам невинную племянницу осудил. Я знаю, что когда никого не судить, то не трожь и попов. У такой племяннице Данькиным не стыдно было посидеть года три при ногах поучиться Библии, канонам, трудам святых отцов. По скриптум. Да, после написания. По скриптум. Получив газету утром 14.02.06 уже через час я узнал, что племянница это Капустина Татьяна Кузьминична. Вот ее телефон. И она пошла к своей тете подстрелой Ольге Алексеевне. Ты телефоны показывает, где они живут. Все показывает, это невыдуманное. Дальше. Выяснилось, что никакой водичкой не сбрызгала она тетю и слов тех не говорила. Вот так. И пояснила Ольга Алексеевна, что еще задавала вопрос в лампаду. У нее муж Георгий Захарович умер несколько лет назад. Это у бабушки. Жили невенщины. В Боге он яростно не верил. До самой смерти говорил Бога нет. Племенница ей тогда и сказала, что за гробом нет покаяния и что в церкви за нем молиться нельзя, а только дома в керейной молитве с добавлением прошения о прошении саму себе за такую молитву. Вот что на самом деле это было. Иван Глятияна 3.36 Верующий в сына имеет жизнь вечную, а не верующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Видите, сколько мест, что молиться нельзя, привожу места писания, что ничего не изменится после смерти, привожу места писания, ко мне претензий никаких не может быть. Иоанна 3.18 3.36 Еще раз прочитай. Верующий в сына имеет жизнь вечную, а не верующий в сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. А я буду лопотать что-то за него ходатайствовать. Иоанна 3.18 Верующий в него не судится, а не верующий уже осужден. А ты тут за деньги пытаешься что-то выправить. Потому что не уверовал во имя народного сына Божия. Пускай Данкин прочитает Евангелие. Евреям 11.6 А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что он есть, и ищущим его воздает. Воздаст. Да. Но в церкви есть, сказал священник. Именно за таких и надо помолиться. ничего нету. Почему это деньги, деньги. Подавайте за каждого, которое имя запишешь, по именам. За каждого платить 10 рублей или сколько. За каждого. Племянница ответила согласно Библии канонов церкви и святых отцов, которым хитро отсылает попы, сами ничего не понимая в деле спасения. А попа отвечал согласно поповских баек Бабик басней. попыта совсем неверующая, а только дым нагоняет и потому им церковно-славянско-китайский непонятно никому язык нужен до зарезу. Чтобы никто ничего так и не понимал и не разоблачил подражание шаманского камланию. Что такое камлание, знаешь? Нет. Не знаешь. Это пляска, вот то, что он делает от камлания, вызывает духа, прыгает, падает, пену пускает. Это вот камланию. И тогда Ольга Алексеевна. И тогда Ольга Алексеевна подала за упокой в церкви за безбожника. Даже неизвестно и ей, крещён ли он был и увидела сон, что перед ним тот торт, порезанный на маленькие кусочки и он подаёт умершей родственнице. Это вполне оказалось достаточным, чтобы убедиться, что поправ. По совету сестри, по совету Татьяна Кузьминиша позвонил Ольге Алексеевне. Я назвал Саеев. В трубке сердитый голос старушки. Спросил, нуждается ли она в чём и ходит ли к ней Танюша. Тут её прорвало. Больше она ко мне не придёт. Я больше её верю. Всё. Простите, что с вами разговаривала. Гудки. Ну, понятно, что такое гудки. То есть, она трубку побросила там или как. Пока бабушка эта в церковь не ходила, была нормальная женщина, добрая, ласковая. Как только стала причащаться, так уподобилась одержимой ненавистью и поношением. Мне сказала и соседкам наказала, чтобы я над ней и после смерти её не молилась, рассказывает её племянница Татьяна. Ужасное состояние патриархины церковной полноты. Это всё от недостойного протещения. Входит чёрный дух злобы, лжи и умопоморочения. Иеремия 23 глава 28 по 32 стих. Пророк, который видел сон, пусть и рассказывал как сон, а у которого моё слово, тот пусть говорит слово моё верно. Что вообще у Микина с чистым зерном, говорит Господь? Слово моё не подобное ли огню, говорит Господь? И не подобно ли молоту разбивающему скалу? Посему вот я на пророков, говорит Господь, которые крадут слова мои друг у друга. Вот я на пророков, говорит Господь, который действует своим языком, а говорят, Он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ моё в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и они никакой пользы не приносят народу сему, говорит Господь. Стихотворение Безусловных положений нет, повсюду оговорки и поправки, приходится за правду попотеть, везде условия повисли, как пиявки. Без выбора ни шагу к рубежу, коллеги изъездли, голосуют, и каждый раз идёшь как по ножу, не по дороге торной, а в лесу я. Предложено и выбор предстоит, то выгода земная скривотолком, просеять рассуждением на сто сит, и отначально нередко лишь осколки. На чём ты спотался на сто сит? Сто это раз, два, три, сто, сит, а одно это сто сит, и сразу раз уже спотался. Два слова, два слова по три буквы и уже спотыкаешься. Ну как это тут? И даже непонятно на чём спотыкать. Слова ежедневно применяем. Это что-то другое тут. Молиться об этом надо. Прочитай заново. Нам Бог предлагает и выбор предстоит, то выгода земная скривотолком просеять рассуждением на сто сит, и отначального нередко лишь осколки. Когда ты просеешь, то увидишь, что, а что же там она говорила, то ничего и нет у этого. Нет, это я понимаю всё. Где послушание с прицелом не на день, и нужно свериться с писанием священным. Спецовку, шапку, сапоги одень. Придётся выгребать против течения. Выгребать на лодке, грести вёслами. И если оплошаешь, то будет кое-как. У ослабевшего так многое на смарку. Причин самоправдания, как песка, а после внутренную кровь харкать. Кругами адскими советского гулага придётся мудрости искать по порошинке. Героям не поможет здесь отвага, и будет так, как сверху порешили. Счастлив, тысячекратно и блажен, кто с Иисусом выпал обрататься. Отныне грех есть главная мишень, расчистить путь и безусловно к счастью. Если ты подходишь к калитке назад, ты никогда не выйдешь на улицу. Ты не бойся. Есть твёрдость безусловная в Иисусе, в словах библейских, в Божьем обещании. Там мысли ангцами напажить и пасутся, потоки благодати зримо перед очами. Всё во Христе стократно только да, и этот выбор выжег все сомнения. От них и в памяти отныне ни следа. Жизнь воцарилась над всем, что тленно. Всё. К этому я даю стихотворение такое написалось. Если бы я был священником, как бы вел себя. Час прошёл. Полчаса. Полчаса. Прошёл час. Полчаса прошло. Так это у нас событие дня. Ну ещё. Ну дальше туда дальше. Ошибся он. Ошибся. Ну зачем лезть это? Мудро стоит. Вопрос 1943 седьмой том открытым оком. Почему вебископы стоят не прежде, как человек отречётся от семьи? Разве семейная жизнь удаляют от Бога? Какие вопросы? Я в университетах вел занятия на кафедры. Ответ. Бог не отдаляет, а монахи отдалили всех женатых от управления церковью и захватили всю власть в свои руки. Не надо было им давать сначала, а теперь они уже никуда не отдадут эту власть. Это очень хорошо отмечает отец Григорий Петров. Прочтите его письмо к митрополиту Антонию в книге нашей к истинному православию. Эта установка быть епископом только не женатому, не просто не евангельской, а прямо противоевангельской. И сколько бы апостол Павел не говорил владычникам это, но с них как вода с гуся. Им хоть кол на голове тиши, они будут тешить себя своей властью безразмерной и безраздельной над тупостью нашей. 1 Тимофей 3.2 Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, странолюбив, учителен. То есть ни один епископ сегодня не подходит под это. Это новая, совершенно новая книга, правила, которая не сверяется с Евангелием. Муж одной жены. Дальше. Требования, которые ставятся к пресвитеру, относятся полностью к епископу. На чем ты столкнулся? Слово епископ знаешь, и к епископу. Буксует на одном месте. Вот я не хочу понять причину, почему слово епископ ты знаешь, произносишь нормально, как только здесь два раза, три раза на него наезжаешь. Ты подумай потом отдельно. Почему? Да почему, я понял почему. Ну ладно. Так как этим названием раньше звались и тот, и другой. То есть одинаково. Титул 1 глава с 5 по 15 стих. Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвятеров, как я тебе приказывал. Если кто не порочен, муж одной жены, детей имеет верных, неукоряемых в распусте или непокорности. Ибо епископ должен быть не порочен, как божий домостроитель. Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не крестолюбец. Найди такого епископа, но странного почти нету. Но странолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив. Целомудрен, это голубое лобби. Благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять здравому учению и противовшееся обличать. Ибо есть много непокорных пустословов и обманщиков. Вот они, кто такие, пустословы и обманщики. Это он говорит об епископах. Для чистых все чисто, а для нераскверненных и неверных нет ничего чистого, но скверлены и ум их, и совесть. Вот причина какая. А когда, из какого года, конкретно возникло это безбожное установление, что епископы должны быть только монахами, неженатые, сегодня никто не укажет. Думаю, что сразу уже, как ушли в мир иной апостолы, стали переделывать житья, стерилизовать их и переписывать. Так о жизни апостола Фомы пишут только не суразец, а история и не сохранила из его биографии ничего более написанного в Евангелии, а остальное мифы и легенды монахов. Жития Василий Великий 1 января Однажды перед святым Василием оклеветом был брат его, епископ Севастийский Петр. Про него сказали, что он будто бы продолжает сожидиться с женой своей, которую оставил перед посвящением епископа. Епископу же не подобает быть женатым. Василий, увидев невестку свою, сказал, Здравствуй, сестра моя, лучше же сказать, невеста Господня, я пришел сюда ради тебя. Она отвечала, Здравствуй, и ты, пресечнейший отче, и я давно уже желал облазать твои честные ноги. Затем Василий повелел вышепомменутым пяти добродетельным мужам, чтобы они всем рассказали о том, что видели. И те поведали народу, как они видели в церкви ангелов Божьих, витавших над одром блаженного Петра и супруги его и намощавших ароматами непорочной их ложи. После всего все прославили Бога, очищающего угодник своих от лживой клеветы человеческой. Сихотворение Красиво жить не запретишь. Хочу, живу, как надо. Что совесть скажет вопреки, считайте за ограду. Писание Божие никто не отменил, не спрятал, не превратится бы в скотов с грехом, как барса пятна. Не стоит выгоду искать за счет полей другого, когда устало ляжешь спать, прославишь и егову. Храни, что есть, свободу, честь, под старость все сгодится, необходимо нам учесть, что ценен плод, не листья. Красиво жизнь, не есть и пить, красиво одеваться, припрятать больше накопить, хватая полной пастью. Красиво значит со Христом, по заповедям Божьим, в душе Евангелие престол и Божий страх подножья. Согласно сволею Творца, довольны быть веселым, с благословением роса падет на наш поселок. Красиво юноше отвагой и целомудрием девицей, не любит милостыню кряги, грибы сушеные клиться. Красиво хочется пожить, с женой красиво помечаться, ничем не пользуйся чужим, жить со Христом нет высшей счастья. 19.06.03. Вот так все далее. Вопрос 2943.15. Открытым оком. Патриархийные батюшки тоже ведут занятия в городе. Не пытались ли среди них работать, привить им любовь к Слову Божию? Ответ. Были у них несколько раз. И кто посещали занятия их и наши, то и их уроки сравнивать с кухонными посиделками за чаем, а наши с курсами Академии. Это не мое определение. Кавычки открыты. Я ходил на занятия по изучению Слова Божия, Закона Божия в Институт культуры. Занятия проводил отец Михаил Капранов. Учебный год с 1994 по 1995 года. На эти занятия приходили братья и сестры из Кресово-Звиженской общины. Они приглашали прийти на их занятия в политический институт. Предлагали материалы об истинном крещении, о церкви, о священстве, о посте и так далее. Я материалы все брала, изучала, с чем-то соглашалась, а что-то отвергала. Беседовала с ними раза три-четыре. На следующий учебный год мне не захотелось еще раз изучать закон Божий. Я решила пойти на занятия в политический институт к проповеднику Лапкину Игнату Тихоновичу. Договорились Лидия Павловна Тарасовой пойти на занятия, но она по каким-то причинам не пошла. 14 ноября 1995 года я пришла на занятие одна. Занятия до такой степени перевернули мое сознание, что я три дня взахлеб всем рассказывал про занятия и всех приглашал на них. Хотя у меня и были сомнения, что возможно ошибочны мои мнения. Интересно, а Таня пришла почему по какой-то причине нету? Это все скажется на их жизни. С чем-то я была не согласна и с ней это сохранится так и будет. И находя собой их перевернет. Но главное согласилась. С каждым последующим занятием я убеждалась, что мнение мое о недоверии к занятиям было ошибочным и что я попала туда, куда стремилась моя душа. От занятия у меня такое было чувство, будто я пришла, рот открыла и не успела закрыть, как занятия уже закончились. И продолжительность их была не два часа, а две минуты. Двухчасовые занятия было. Она рот раскрыла и не успела закрыть даже. В начале января Иная Тихонович пригласил членов общины раскладывать газетки на улице Никитина 147-1. Я попросилась прийти и мне разрешили. Я долго за дверью доказывала, кто я такая, ибо я не знала, что надо было прочитать Иисусову молитву. Потом я попросилась на богослужение и на беседу с отцом Якимом. Я сшила с себя длинную юбку, два платка и пришла на богослужение на улицу Никитина. В марте написала заявление на крещение. Я была крещеная, но как не знала. Когда я поделилась сомнениями с мужем, он рассел все мои сомнения, сказав, ну кто тебя погружал? Если и крестили, то точно без погружения. Тут я твердо решила, надо креститься. До крещения такой был страх, что я умру без крещения, причастия, покаяния и пойду в ад. 7 июля 1996 года я принял крещение в озере в поселке Потеряевка. Пока не вошла в озеро креститься, я не верил, что меня покрестят, потому что я еще не готова, грешно и недостойно этой общины. После крещения стала членом общины, слава Богу за все. Что я думаю об объединении, нас будут... Какое-то непонятно, слово объединение трудно, спотыкаешься, почему? Что я думаю об объединении, ну две буквы об, об, вот это тебя уже сбило. Считай снова, что я думаю об объединении, нормально, нас будут гнать, ненавидеть и запретят. Запретят, опять спотумался, что запретят, слово знаешь, считай заново, нас будут гнать, ненавидеть и запретят. Все, второй попытки правильно. Но я пойду за общиной Селина Галина Ивановна и все его. Ее телефон. Теперь я добавляю к этому. Евреям 2,12 Возвещу имя твои братья мои, посреди церкви воспою тебя. Путь к нам открыт. Мы напротив и сил, и связи с властью, мелкая ребешка. Захария 11,2 Рыдай, кипарис, ибо упал кедр, ибо и величавые опустошены. Рыдайте, дубы васанские, ибо повалился непроходимый лес. Вот на букву Д тоже маленько споткнулся. Что? То есть следуй сам себя. Ничего нет. Четыре буквы. Слово дуб ты знаешь. И вдруг что это такое? Сам не хочешь работать. Начни, узнай и устрани. Дальше. После усталости, суматохи дня едва лишь отключился более превозмог. Вдруг телефон взелился, не вовремя звонят, хотя обычно в радость мне звонок. Вы слышите? Москва вас вызывает. Ответьте, Вавилон зовет к себе. Из-под одеяла вынобнул, недалеко был с краю. Вот рядышком. Приходится раздетому дрожать, уже сидеть. Дрожать? Потом уже сидеть. Уже поднял он меня. Конечно, недовольство так и лезет. Мол, перепутал кто-то с пьяну порывели. Из теплого в нетопленную бездну. И ноги под себя, больные окалели. Но голос так знаком и с юмором чуть-чуть усваивает, звонит явно не старообрядец. И с рождеством приветствует, постиг, что и не шут. Меня по отчеству назвал два раза к ряду. Слово отчество тоже вспотнулся. Нормально слово знаешь. Да кто же это и в такую даль? И без него я знаю о младенце. Взгляну на простыни, и до того мне жаль. Мое тепло бесследно может деться. И, наконец, незримый приоткрыл, что он не кто-то Михаил Гордеев, с которым пил и ел, был братом Михаил. Когда-то мы за пленками гоняли по Бродвеям. Благовестить пришлось в ушедших временах. Своей машиной славно послужил он. Потом за королесе превратился в прах. А жаль, особенно такого старожила. Молитва сразу потекла к Творцу. На руки с нежностью тут тушу подхватил. А отцу чесоточную с нежностью несу. Усталость чувствует. Да рассчитал ли силы. Он приглашает в гости. Кто поедет, мой адрес даю любому пилигриму. Господь призрый на раскаяние бедных. Сын Федора твой дар. Причти его к любимым. На каждом куплете спотыкаешься. И причин никаких нет. Причина нет. Я не знаю, как произнести это слово. Ну, простые слова. Я доказываю. Начни работать. Вы именно бумажку напишите. На каких словах? Почему? Ведь во все это изменится. Но это не будешь делать. Ты сколько раз говорю, нет, на этом остановилась. Вы над собой не хотите работать. Причина-то вот какая. Вопрос 4026. Открытый, 29-й том, открытым оком. Почему же даже революция не смогла своротить духовенство на путь первых христиан? Что не тем они занимаются, а нужно всем идти и евангелизировать темную революционную массу народа? Ответ. Только потому, что те, кто был за реформу и кто был за консервацию всего прошлого и пошлого, все они одинаково были невозрожденными и желали только через внешнее устройство церкви привести к покорности высшедшей при наводнении из берегов в широкую реку. Церковники ничего не соображали здесь. Государственный переворот в феврале-марте 1917 года осуществился для большинства русских людей совершенно неожиданно. Он всех застал врасплох, в том числе, конечно, святейший правительствующий синод. Большинство членов его к тому же было в отсутствии, уехав из Петрограда в своей епархии с наступлением Великого Поста. Общее положение русской церкви в то время могло казаться благополучным. Конечно, временами возникали проблемы. Как всегда, состав синода, включая оберпрокурора, не всех мог удовлетворить. В частности, большой критике подвергался петроградский митрополит Петерим. Но в этом не виделось ничего катастрофического. Церковь к этому времени вместе со всей империей преодолела искушение революции с 1905 по 1906 года. Тогда революция врывалась в ее внутреннюю жизнь главным образом в виде беспорядков в некоторых духовных академиях и семинариях. Но все это преодолели и, казалось, наступило нормальное течение жизни под покровительством благочестивого царя. Напряжение чувствовалось только в связи с тем, что шла напряженная война. Были все основания надеяться, что конец ее близится и что она завершится победой, которая укрепила бы государственный строй и открыла бы возможность приступить к вознейшим реформам. К их числу многие надеялись присоединить восстановление патриаршества после созыва Всероссийского собора. По грехам нашим Бог судил иначе. Тщательно подготовленный тайный заговор неожиданно поставил государя в такое положение, что он, не чувствуя ни в ком твердой опоры, вместо того видел кругом себя только измену, трус и обман. Государь счел себя вынужден подписать отречение от престола. Это сразу же вызвало быстрый развал всей государственной и общественной жизни. очень скоро отразившийся на положении церкви. Все происходило невероятно быстро. Синод смог собраться только тогда, когда все уже было кончено. И почти сразу был изменен его состав. А обер прокурором назначен Львов. Не вполне нормальный фантазер. Мало кто в тот момент понял все значение происшедшего. События оценились в обществе только с политической точки зрения и исходили из-за осуждения всего старого. Религиозно-нравственная сторона происшедшего не могла быть представлена ни в одном органе печати. Неограниченная свобода была предоставлена только для критики и осуждения всего, связанного церковью. Мало кто понял в тот момент, что приняв этот переворот, русский народ совершил грех, клятва преступления, отверг царя, помазаненькое Божие, и пошел по пути блудного сына евангельской притчи, подвергая себя таким же пагубным последствиям, какие испытал он, покинув отца. Февральская революция 1917 года, а затем захват власти в России, коммунистической партии, повлекли за собой такие испытания для церкви, каких никогда и нигде не было в истории человечества. Если гонения на веру возникали во многих странах с разной силы, с первых лет существования христианства, то никогда преследование его не достигало такого размаха и такого неутонченного коварства, как в России при советской власти. К мероприятиям, имеющим целью физического истребления христиан, прибавилось возникновение расколов, пользовавшейся поддержкой коммунистической власти. Невозможно понять каноническое положение церкви в России без того, чтобы знать историю разных попыток советской власти внести в церковь дезорганизацию и расколы с тем, чтобы починить ее врагам и разрушить ее изнутри. Для этого прежде всего были использованы лица, которые выросли в православной церкви и иногда даже были ее священнослужителями. Но на самом деле по разным мотивам стремились к внесению в нее реформации протестантского характера. Эти лица создали обновленническое движение, которое появилось сразу же после государственного переворота. Если бы среди новых деятелей некоторые идеалисты, то они скоро потонули в море оппортунистов, стремившихся опять отнять власть из рук иерархии иерархии или лиц своей корыстно ставивших на службу новой власти в ее усилиях для уничтожения веры в русском народе. Обновленцы вышли из кругов русской интеллигенции, проявлявших интерес к религиозным вопросам. Эти лица приближались к церкви, но не входили по-настоящему в ее жизнь и не воспринимали ее учения полностью. В Петербурге и Москве, отчасти в других городах, они встречались в разных кружках, где, впрочем, наравне с ними выступали и лица с православным убеждением, в том числе профессора духовных академий. Довольно долго в Петербурге председателем на занятиях религиона философского общества был епископ Ямбурский Сергий Строгородский, впоследствии патриарх. Видным участником общества был и будущий вождь обновленцев епископ Антоний Грановский Из будущих заграничных деятелей назову Бердяева, Булгакова, Карташова, Мережковского, Франка. Кроме религиозно-философских обществ в Петербурге и Москве был ряд разных кружков, члены которых, если интересовались религиозно-философскими вопросами, то с предупреждением относились ко всему ордокрессальному, как к чему-то скучному и устарелому. В некоторых случаях кружки эти так далеко уходили от церкви, что приближались к некоторым формам сатанизма. Ничего себе! О московском религиозно-философском обществе в памяти Владимира Соловьева, бывавшей на его собраниях, профессор Арсений вспоминает «Это была религиозность, но в значительной степени, хотя и не исключительно не церковная, или вернее не церковная, рядом с церковной, а главное вливалась сюда порой и прямая струя символического оргиазма, буйно оргианического, чувственно возбужденного, иногда даже сексуально-языческого подхода к религии и религиозному опыту. Из участников таких кружков и нацерковно-верующих прогрессивного направления вышли и идейные основатели аналитического движения. Гораздо больше было среди них пресвятериан, то есть представителей белого духовенства, стремившихся к власти и питавших зависть и неприязавших к черному духовенству и епископам. Профессор Титлинов, один из основателей, главный деятель аналитического движения, признает, что в области внутренних церковных задач живая церковь поставила своей целью прежде всего освобождение церковной жизни с под влиянием монашеского епископата и передачу руководительства церковными делами в руки белого духовенства. Среди них было много авантюристов и своих корыстных предателей церкви. Тот же Титлинов признает, что значительная часть обновленческих деятелей идейной задачи ставила на второй план. По его словам, для этого течения, если можно назвать его этим именем, задачи идейного характера заслонялись в задачи, использованные с сегодняшней победой над старым церковным режимом и даже иногда жажда мщения за понесенные прежде обиды и несправедливости. Профессор Титлинов был одним из главных организаторов и деятелей обновлечества и поэтому нельзя не поверить такому его свидетельству. История показывает, что вообще люди такого типа обычно примыкают к революционным движениям. Так, я сейчас буду промахивать вот так вот, смотрите, вот это прочитает, кто будет сейчас, я снова передвигаюсь дальше, большой очень материал и трудно считает. Смотрите внимательно. Это обновляческое движение. Один вопрос, и на один вопрос какой ответ дается? Слова не мои, я вообще связующие слова даю только. Надо поменьше, говорит, не входит. Сразу не сказали. просто считайте, тормознете, просчитали дальше, кому надо дальше. Хотя один раз надо ознакомиться, какая была обстановка в церкви. я не до конца буквы здесь беру, говорят, что это в экран не вмещается, ну ладно. От выделено, то есть заактивированного текста. Ну а дальше тут я привожу места писания и стихотворение. Прочитаем. А страха их не бойтесь, не смущайтесь. Изрек Иисус своим ученикам. Вас будут резать, разрывать на части. На волосинке мало не пропадет в веках. Не пропадет в веках. Идея ударение только на йо. Что было скрыто за таким наказом, еще никто нигде не испытал. Мир напрягался, умно изобретая казни. Заказывали блюда на победный зал бал. Бал, а потом еще раз бал. Три буквы. Зачем повторил? Я зал прочитал. Но шли века, захлебывались кровью младенцев, юношей и древних стариков. Из палачей казненых никто не проклят. Молились за отпадших и врагов. Не бойтесь среди львов, я с вами. Я силу облеку сынов и черей. Вас не отравят, не затравят львами. Не испугает деспот рота Ощерев. Мой путь и ваш уже соединились через голгофы узкие врата. Быть мучеником это ли не милость? Погромче говори, не для тебя. Мне десять мук их стоит коротать. И задымили строки в жития святых, и жизнь соединилась с житиями. Не бойтесь, покрывалом этот стих накрыл слепой мучеников в яме. Никто не превозможит христиан, вкусивших благо святого духа. Побит был первомученик Стефан, он жив вовек, Синдрион же рухнул. Не бойтесь, и сегодня сей набат. Синдрион поповский гнусно балагурит. Таких за веру кто же будет брать? Голосовальщики за власть всегда приурных. За смертью вечность, радость со Христом, благословенный рай, где нет печали. Слова Христа едва ли мы врастем, доколи к страху Божию не причалим. 20.09.08. Все. Все. Ну все, на этом пока закрываю. Мне нужно посмотреть, Сергей тут вышел где-то.